Но не так стремительно распространение коронавируса, как эпидемия мифов об этом заболевании. К примеру, в сети появилась информация, что вирус можно вылечить раствором соли или специальным чаем. Смышленые предприниматели уже активно продают чудо-продукцию. Но одним из самых популярных фейков специалисты назвали заблуждение о том, что вирус передается через бананы. Мы решили выяснить, где правда, а где выдумка. Зумруд Гамидова продолжит тему. Совсем недавно социальные сети заполнили так называемые «письма счастья» от неизвестных благодетелей. В них сказано, что употреблять пищу бананы ни в коем случае нельзя, иначе вас непременно настигнет напугавший весь мир коронавирус. Торгующие фруктами предприниматели жалуются на резкое падение спроса. Это произошло из-за того, что кто-то намеренно распространил пугающие слухи среди местных жителей о том, что бананы якобы заражены опасным китайским вирусом. Хотя привозят эту продукцию вовсе не из Китая, а вообще с других континентов. Эта продукция приходит из Эквадора, с Южной Америки, а к Китаю никакого отношения не имеет. Замедлились объемы, конечно, это скоропортящийся груз. Не помогает даже снижение цены. Убытки довольно приличные. Все равно сказывается. На рынке это сказывается. Потому что если замедлились сегодняшние продажи, завтра тоже проблемы будут. Они друг на друга наслаиваются, эти проблемы. Все, те, кто этим занимаются, все магазины, все... Люди напуганы из-за того, что коронавирус еще недостаточно изучен, и все опасаются его быстрого распространения по разным странам. Это и заставляет верить в любые небылицы, даже в заражение через желтые плоды. От пугающих фейков не спасают даже последние рекомендации Минздрава и многочисленные опровержения специалистов Роспотребнадзора. Заражение людей через бананы, через какие-то пищевые продукты, через посылки не происходит. На данный момент во всем мире могу сказать, что описанных случаев через посылки, переданные, посланные куда-то, не описано. Инфекция неустойчивая во внешней среде, она погибает быстрее, поэтому риск какого-то заражения через бананы я не вижу. Так что в данном случае это не более чем страшилка. Вирус способен жить только внутри организма животного или человека, поэтому на банане он выжить не сможет. Чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать стандартный набор правил. Мыть руки с мылом, не трогать глаза, нос и рот грязными руками. Стараться реже бывать в общественных местах. И есть фрукты, бананы в том числе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!